Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Россия по итогам 2020 года вошла в число крупнейших производителей индейки в мире. Консалтинговое агентство AgriFood Strategies опубликовало данные, согласно которым по итогам завершившегося 2020 года Россия вошла в число ведущих мировых производителей индейки. За прошлый год объем производства индейки в России вырос сразу на 20%. Это позволило нашей стране переместиться с 5 на 4 место в мировом рейтинге ведущих производителей диетической птицы. Международные эксперты при этом прогнозируют, что рост производства индейки в нашей стране продолжится и уже в ближайшие месяцы Россия войдет в тройку ведущих производителей индейки. Произойдет это вследствие того, что в США, Великобритании, Германии и Франции наблюдается обратная тенденция. Внутренний рынок этих стран достиг своего насыщения индейкой, а на внешних рынках их теснят конкуренты. Из первой десятки ведущих экспортеров рост, помимо России, продемонстрировали Польша, Венгрия и Испания. Стоит отметить, что западные страны к текущему моменту превосходят другие государства в объемах экспорта индейки просто потому, что первыми освоили ее промышленное производство. Но дальнейших перспектив роста у этих стран эксперты не видят. Жители стран Запада присытились индейкой и вновь стали отдавать предпочтение домашней курицы, как более дешевому и калорийному продукту. А пока мировым лидером по производству индейки остаются США. Во многом за счет того, что приготовленная индейка является национальным блюдом, которое традиционно потребляют американцы во время двух важных праздников – Дня Благодарения и Рождества. Что же касается России, то в нашей стране рост производства индейки за последние пять лет составил почти 50%. По итогам 2020 года в России произведено 54 тысячи тонн этого вида птицы. Вследствие этого в балансе произведенной продукции птицеводства индейка отвоевала значительную долю у курицы. Прогнозируется, что по итогам текущего года производство индейки вырастет в нашей стране еще на 20% и достигнет в количественном выражении 70 тысяч тонн. Столь высокие темпы роста стали возможны за счет ограничения ввоза импортной птицы из других стран и крупных вложений в развитие отечественного птицеводства. При этом перспективы роста в нашей стране далеко не исчерпаны. По состоянию на 2020 год потребление индейки в России существенно ниже, чем в странах Запада. Так, в среднем жители России потребляют 2,7 килограмма этой птицы, жители Европы около 5 килограмм, а США до 8 килограмм индейки. Если в странах Европы и США доля индейки в мясном рационе достигает в среднем 10%, то в России этот показатель пока равен 4. В завершение отмечу, что в мае 2021 года в России была создана Национальная ассоциация производителя индейки НАПИ. Целью ее создания является консолидация усилий производителей птицы для увеличения объемов его производства и выход на внешние рынки.